С приходом официальной зимы в городе начали подготовку к новогодним праздникам. В центре уже установили главную елку. Если главная елка уже готова, то остальные декорации еще на стадии сборки. На площади нефтяников готовят новогодние локации. Каждый год здесь можно найти много развлечений для детей и взрослых. Одним из главных становится каток, который уже работает для всех желающих. Остальные улицы тоже постепенно украшают. Скоро можно будет увидеть полную картину. У вас украшают как-нибудь двор, может быть? Ну, тоже хотят елку стоять. Маленькую водит. Но пока и нет ее. Праздничные преображения на улицах вдохновляют на украшение квартир. Свой дом эта жительница планирует наряжать через неделю. А я живу вообще в Тихоновке. В Тихоновке. А у вас украшают как-нибудь ваш поселок? Ну, как, около школы ставят елку. Дед Мороз, Снегулшечка ежегодно. А эта жительница Старого Альметьевска говорит, что дом и елку ставить не будут. В семье маленький ребенок. Поэтому наслаждается красотой городских декораций. Возле районного дома культуры уже подготовили площадку. На стадии заливки каток. Все светится огнями. Особенно по душе такое преображение маленьким гостям. Обычно украшают очень красиво каждый год. Здесь Альметьевск. Живете где-то здесь? Сейчас, да. Так мы уезжали жить в Подмосковье надолго. Но красивее, чем здесь, наверное, нигде не украшают. В этом году основные улицы и площадки будут украшены в едином стиле. Тема года – восточные сказки и традиции тюркских народов. А улица Ленина будет украшена в русской сказочной тематике. В честь года российской культуры и искусства. Такую идею предложила Татнефть. Всего в городе украсят 16 локаций. Маргарита Трегубенко, Антон Николаев. Новости Юго-Востока.